Минсельхоз 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 хозяйственных продуктов, вот с этой базовой ценой, с этой базовой, как мы, да, уровень рубль-доллар измеряем, вот так же с зерновой валютой, что будет в рамках мира и в рамках России, конечно, тоже. Сомнений нет в том, что у нас экспортная отрасль достаточно опытная, уверенно ориентируется во всех этих конъюнктурных изменениях цен, и там, где это возможно и невозможно, максимальную прибыль нашей экспортеры из этой ситуации волатильной извлекут. У нас уже много лет успешно эта отрасль состоялась, она конкурирует с мировыми производителями, и да, где-то это может быть и падение цены, но в любом случае наши структуры экспортные, они готовы вот к этим изменениям на мировом рынке. И даже при том, что вот при условии даже пониженного урожая на экспорт у нас хватит зерна 60 миллионов, 50 миллионов планируется тонн. Я думаю, что это без ущерба для внутреннего рынка отрасль выделит. Я бы больше все-таки сейчас говорил бы не о посевах, не о урожае зерновых, а у нас пострадала очень сильно отрасль плодово-ягодных насаждений. Вот давайте, да, об этом сейчас поговорим, тем более, что к нам присоединяется еще и генеральный директор предприятия Красненские сады из Липецкой области, собственно, вот тот самый сельскохозяйственник, который это все испытал на себе. Борис Белов сейчас с нами на связи. Борис Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Знаете, вот нам тут пишут некоторые зрители, видимо, далекие и от садоводства, и от сельского хозяйства вообще. Ну, что такого, ну, приморозило в мае, а что в наш первый раз такой, майский снег в Москве, например, это не редкость. Расскажите о последствиях этой природной, не знаю, аномалии или не аномалии, как вы это оцениваете? На самом деле, вы очень точно подметили, значит, природную аномалию. Дело в том, что по данным гидромета, таких ситуаций не было зафиксировано в ближайшие 50 лет назад. Просто не было. Подведя итоги по нашему хозяйству, о котором я показывал, вот у репортажа смотрели 4 мая, заморозки, я сказал фразу, которая очень хорошо характеризовала ситуацию. То есть мы посмотрим ситуацию урожайности где-то ближе к июню месяцу. Вот мы сейчас подошли к этой фазе. Я могу вам совершенно спокойно сказать, что по итогам ревизии сада, которую мы закончили делать вчера, у нас погибло 95-98% урожая. То есть практически деревья сохранены, урожая не будет. Не только в нашем хозяйстве, но это, я так понимаю, по всем остальным областям такая же ситуация очень похожая. Затронула, к несчастью, еще та же еще и косточковая, так сказать, у нас есть ряд садоводов, которые занимаются выращиванием вишни промышленной. Вишни тоже у них не будет. Ну, садовую зернику, краснороднику, умнику, вы тоже знаете, тоже затронула эта проблема. Вот. И сейчас, в общем-то, в принципе, проблема, которая стоит перед всеми садоводами, как с этой напастью, скажем так, бороться дальше, как с этим жить. Дело в том, что структура каждого сейхозхозяйства, производителя, который занимается производством, она построена по принципу годовой цикличности. То есть, урожай, который мы получаем, у него заложена прибыль, позволяющая нам развиваться, строить какие-то планы, сами понимаете, здесь ничего сложного нету, соответственно, какие-то кредиты брать, ну и нести текущие расходы, которые заложены в бюджете этого года. По итогам ситуация сложилась и сейчас, есть полное понимание, что расходы, раз как были, так и остались, они никуда не денутся, мы же не можем закрыть лавку и уйти отдыхать. Сад, надо работать с ним или с любым другим, так называемым, производством, которое может быть что угодно, хоть груши, хоть яблоки, хоть вишни, сад должен жить дальше. Поэтому все работы, которые сейчас уходные, вам понятно, видите, работает техника, она работать будет и в моем хозяйстве в том числе. То есть, для того, чтобы сад довести до следующего года, работы, которые мы будем выполнять, они никуда не денутся. Соответственно, затраты мы будем нести, и затратная часть, которая будет нами понесена, выражается в десятки миллионов рублей. А, соответственно, выручки у нас по этому году не будет никакой. Как в этой ситуации выживать, ну, скажем так, пока вопрос, интрига сохраняется. Борис Александрович, но есть ли у вас какая-то, может быть, информация, если объявляется режим чрезвычайной ситуации, что это может быть какое-то страховое возмещение, какие-то отсрочки по кредитам? Все это санкционировано, да, на самом высоком уровне. Должно было быть, наверное. Я скажу вам следующее, что вот информация на сегодняшний день, в работе находится вопрос по кредитным каникулам. Ну, это понятно, поскольку кредиты, соответственно, там же есть графики платежей, нарушать их нельзя. Он в работе. А вот с точки зрения страхования и вот компенсационных выплат, пока интрига сохраняется в полном объеме, потому что понимания, как это будет решено, на сегодняшний день нет. Из каких средств будет это делаться, как это будет делаться. То есть, грубо говоря, это же не только я один такой. Это отрасль, целая отрасль, садоводство пострадало. Я хотела, да, Борис Александрович, вас спросить, а насколько вам придется поднять отпускные цены на вашу продукцию? Ну, вы сказали, что продукции-то, собственно, как я понимаю, практически нет. А я на вас вопрос ответил. Я не смогу поднять цены, потому что продукции нет. Что могло бы вам помочь? Вот так спрошу. Ну, вы знаете, конечно, в этой ситуации не только мне, а вообще садоводам, которые заняты производством пищевой продукции. Помощь государства хотя бы в части компенсации затрат на поддержание нашей замечательной садоводческой структуры жизнеспособной состоянии. Потому что, вы сами понимаете, что расходы у нас, они никуда не делись, и мы их вынуждены нести до окончания сезона, а это заканчивается у нас сезон, в этом году закончится в конце октября, когда деревья уходят в зимнюю спячку. Но при этом начинается сезон следующий, подготовка деревьев к работе, и начинается так называемая обрезка зимня. И она тоже требует денег, а прибыли у нас не будет. Так что интрига, сами понимаете, она сохраняется. Как быть дальше? У меня пока, честно говоря, на сегодняшний день ответа нет. Спасибо вам. Естественно, без помощи государства, подчеркиваю, как эта ситуация будет даже издеваться, даже представить не могу себе. Будем надеяться на лучшее. Что еще остается? Да, Борис Белов, спасибо, гендиректор предприятия Красненские сады из Липецкой области. У меня вот такой вопрос, Шану Мусайович. Мы понимаем, что таких, как наш собеседник, очень много по стране. Это сельхозпредприятия, которые получили возможность развиваться, когда был снижен импорт на сельхозпродукцию западную и так далее. Это было здорово, получили толчок к развитию. Не будет ли сейчас так, что на фоне дефицита тех же яблок у нас просто другие будут цифры по разрешенному импорту, их купят где-то, а проблемы нашего собеседника в Липецкой области, в Воронежской области и в любой другой области вот таких вот сельскохозяйственных предприятий, по сути, никого уже волновать не будут. То есть рынок насытят, и тут, что называется, кто сможет, тот выплывет. Кто не сможет, тот обанкротится. К сожалению, вы правы. Я могу сказать, да, именно примерно вот так вот оно может случиться. Почему? Потому что, если мы возьмем ту же Липецкую область, губернатор первые же часы заморозков сказал, что это катастрофа. Он даже в своем телеграм-канале ввел чуть ли не прямую трансляцию, он показывал, как погибают деревья, и что это чрезвычайная ситуация была. Это катастрофа для целой нашей отрасли, которую мы выхаживали последние 10 лет в условиях ограничения импорта и так дальше, и так дальше. И вместо того, чтобы обратить внимание вот на эту истерику, которая по всей стране именно от садово-плодово-овощных хозяйств началась, у нас правительство, это значит, пока оно переназначалось, не обратили внимания. И сегодня введение федерального и чрезвычайного ситуации в федеральном масштабе – это вынужденная мера, запоздалая мера. Это грубая и крупная ошибка нашего правительства. Потому что ни одна управленческая структура, даже всегда реагировали профильные комитеты Госдумы, Совета Федерации, ни одного заседания вот в этой ситуации не провели. Минсерхоз связан по рукам и ногам, поскольку чрезвычайную ситуацию объявляет правительственная комиссия, они ничего сделать не могут. Сейчас они начали получать реальный ущерб. И вот для таких предприятий, где 90%, да, когда обычное предприятие, у него не уродилась пшеница, они решают вопросы на кукурузе, на животноводство и так дальше. Но здесь катастрофа для этого предприятия. И чтобы целый год его сохранить, нам нужны существенные, серьезные дотации со стороны государства. Эта проблема еще углубляется тем, что у нас, к великому сожалению, вот последние 17 лет нет такого инструмента, как агрострахование. Ни одно, вот по нашим данным, ни одно садовое хозяйство не застраховало своей площади, ни одно. А если брать в целом в растеневодстве, то это 1%. Они такие несознательные или просто эти инструменты непонятные, страховщики? Мы же знаем, да, как страховщики не любят высокорискованных клиентов. Мы же понимаем, что заморозки в мае могут случиться совершенно спокойно. А это значит страховщикам невыгодно с таким количеством людей работать, да, и возмещать такие убытки. И они могут просто отказывать предприятию? Да, вы знаете, здесь жадность, банальная жадность. Во всем мире этот механизм работает, это не новость для нашей страны. У нас, значит, в свое время эффективно работала государственная корпорация по страхованию сельскохозяйственного, которая имела 20-30% страхования именно растеневодческой продукции. Его разрушили, сейчас создали частную контору, которая в основном только вот коммерческий подход у них, жесткий, христианский, и считаю, что эту проблему придется решать. А вы знаете, у нас тут в студии были страховщики, не буду называть, да, кто конкретно, и спрашивали, а вот как люди в зоне подтопления, когда живут, хотят застраховать, а значит страховщик тут нам и говорит. А это же не обязательное страхование, это же не ОСАГО. Мы же не обязаны этим заниматься, нам это невыгодно, мы любому можем отказать. То же самое, наверное, происходит и в сельхозсвитии. Да, именно так они и делают, но это как бы частный вопрос. Это государство, если оно вкладывает гигантские средства в развитие садовой отрасли, чтобы его не разрушить, она оперативно должна реагировать на эти вещи. И чрезвычайной ситуации федерального масштаба надо было объявить еще в майские дни. И те предприятия, которые сейчас разговаривал, да, оказать вот возможное содействие по минимизации потерь. А сейчас же у них огромные коллективы, куда они их денут? Это уникальные специалисты, целый год им надо жить. Конечно, серьезная, существенная, огромная поддержка со стороны государства. Должно быть, иначе мы вынуждены будем летом опять возобновить импорт, яблоки непонятно из чего и так дальше. А и заново начинать воссоздание новой отрасли. Вот поэтому ошибки нашего правительства, они дорого обходятся. К сожалению, вот все говорят про потери зерновых, но никто не говорит. А министр сельского хозяйства как раз и сказал, что наибольшая компенсация необходима для плодовых культур. И здесь министер-хоз очень правильно расставил акценты. Но правительство, я говорю, оно настолько у нас громоздкое, что оно будет еще месяц рассуждать, надо помочь, не надо помочь. И за это время коллектив все-таки будет. Людям надо уплачивать зарплату и так дальше, и так дальше. Прекратить все эти каникулы, естественно, по кредитам и дополнительную безвозмездную материальную помощь оказать там, где доказано, вот как в данном случае, ущерб свыше 30%, не 90%. Это катастрофа полная. И это в Краснодарском крае, и это в Ставропольском крае. Это не только центральная Россия. Это, значит, у нас это и в Сибири тоже регионы пострадали от этих заморозков. Именно плодовые культуры. Нам вот тут пишут, понятно, осенью продукты подорожают. Из Астрахани последствия майских заморозков дорого все на рынках. Помидоры 180 килограмм, фишенка, клубничка не подступится, яблоки тоже очень дорого. В супермаркетах яблоки все равно импортные, пишут из Краснодарского края. Появляются наши, не товарного вида по цене еще выше. Давайте еще послушаем звонок. С нами на связи Людмила из Мурома. Добрый день, слушаем, вы в эфире. Здравствуйте, я из Мурома. У нас были раньше садовые хозяйства, и заморозки были всегда, когда я была молодая. Сады были большие, яблоки были прекрасные. И вы знаете, вообще-то передаю заморозки, задымление делали всегда. Сотрудников-то нужно было на работу-то выводить, и задымление делали. И уже это было всегда, никогда не терялось. И в нашей полосе, в Владимирской области, в Муроме, клубнику выращивали свою. И продавали ее в городе, в Муроме. Этот шапкот плодовый, который прям рядом был с Муромом. Понятно, спасибо вам. Тут очень много похожих сообщений, но, собственно, не о вот этом способе, а о том, что нужно было правильно, лучше выбирать территории, нужно все пересадить, осень будет теплой, нужно было как-то это предусмотреть. Ну вот вы, как профессионал, ответьте, возможно, как-то предусмотреть такие последствия, что-то каким-то образом, что-то соломки подстелить? Ну, здесь, поскольку действительно была катастрофа климатическая, в том смысле, что за 50 лет один раз, да, это редкий случай, это очень сильный заморозки. Наверное, в этом случае подстелить эту соломку маловероятно. Но, тем не менее, тем не менее, ландшафт садовый, он разный. Если в одном месте это минус 6 градусов было, то в другом месте это было только минус 1 градус. И, конечно, минимизировать последствия можно было, но предотвратить невозможно было. Это действительно редко. И мы в последние годы же все время замечаем и видим, что климатические изменения есть, они реально идут, и мы и дальше вынуждены будем жить с этим и научиться выращивать то, что традиционно мы выращивали. Для этого надо всего лишь вот эти инструменты государственной поддержки отрасли, в том числе и в первую очередь страхования, их надо сделать современными, гибкими, а не через два месяца, вот через месяц реагировать, а именно на второй, на третий, на четвертый день мгновенно среагировали бы. Я уверен, значительно меньше. К сожалению, частные наши дачники, огородники, они лишены такой поддержки. Я не знаю, в советское время страховали или нет, но в любом случае то, что касается частных домов, это тоже у нас должна быть все-таки государственной структурой, по жизнеобеспечивающим направлениям, страхованием должно быть охвачено все население. Это не является предметом коммерческого страхования. Нам тут пишут, земле нужен хозяин, и сельское хозяйство должно быть под крылом государства. Наверное, в такие непростые времена этого крыла, и правда, не хватает. Здесь нет, это все-таки немножко заблуждение, хоть государственная она будет, хоть частная. У нас много успешно работающих частных предприятий, и сейчас ломать вот это все, там у государства без этого хватает. Это эффективно работающий сектор, и крупные, и средние, и фермеры, молодые. Очень много молодых фермеров пришло, которые прекрасно разбираются в себестоимости, прекрасно разбираются, но, как и во всех странах, у нас инструменты поддержки, они должны быть современные и гибкие, и мгновенно реагировать. Я не сторонник того, чтобы сейчас это все переводить в государственное и так дальше, потому что все равно вокруг все страны, они все частные, и мы можем очень сильно здесь получить много проблем, несостыковок и так дальше. Поэтому единственный путь – это именно поддержку государства, оптимизировать с потребностями того или иного региона. Но у нас же колоссальная разница в регионах. И Владимирская область, Южный, Сибирь, Алтай – это все решается именно через инструменты господдержки. Они должны быть. Спасибо вам большое. Эту тему мы обязательно продолжим сегодня в вечернем отражении. Спасибо главному редактору газеты «Сельская жизнь» Шахману Герману. Спасибо.